здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня интересная тема уважаемые участники вебинара у нас тема называется грехи предпринимателей мы сегодня будем говорить о том мы будем делиться опытом который мы много работаем с компаниями и мы видим те компании видим компании которые развиваются видим компании который стагнирует и при этом за 7 мы сагрегировали в этой презентации семилетний свой опыт и мы заметили определенные моменты определенные критерии которые присутствуют у компании которые моменты которые мешают компаниям развиваться если эти моменты исключить если эти моменты пункты решить то в принципе мы сразу видим о том то что компания начинает развиваться и в первую очередь, конечно же, увеличивается прибыль. То есть, в принципе, сегодня мы будем говорить, что надо убрать из компании, какие надо придумать, необходимо применить решения для того, чтобы у компании, компания начала развиваться, расти и, соответственно, увеличивать прибыль. Здесь в первом слайде сказано, кто я. Я директор по развитию UDS. Мы занимаемся тем, что мы разрабатываем диджитал инструменты, IT-инструменты для бизнеса. И второе, мы их внедряем. То есть, занимаемся консалтингом. То есть, мы внедряем диджитал инструменты бизнес и тем самым увеличиваем прибыль бизнеса. То есть, самая наша главная задача нашей компании и наших инструментов, нашего IT-продукта, это, конечно же, увеличить прибыль бизнеса. Поэтому каждый из инструментов мы разрабатываем таким образом, чтобы он именно влиял положительно на данную метрику. Ну что ж, переходим к ними. Она называется «Грехи предпринимателей». Снова повторюсь о том, что мы за 7 лет сагрегировали свой опыт и заметили четко, какие моменты мешают компаниям развиваться. И начинаем, можно сказать, некого такого с первого греха. И мы его назвали «ничего нового». То есть, самая главная причина, по которой компании не развиваются, это то, что они не делают ничего нового. То есть, в бизнес не внедряются ни новые инструменты, ни новые методы работы с клиентами. И это немного правило, такое, можно сказать, это одно из самых основных правил, почему компания не увеличивается у нее прибыль. То есть, даже это можно сказать, об этом даже говорил Эйнштейн, о том, что нельзя получить другой результат, если вы делаете одни и те же действия. И, в принципе, это правило кажется довольно банальным и простым, но почему-то многие предприниматели им не пользуются и все равно они там открыли компанию, сделали Инстаграм, раскручивают Инстаграм и все. И, в принципе, на этом останавливается какое-либо тестирование новых гипотез, гипотез, использование каких-либо новых инструментов, использование новых методов работы с клиентами. Поэтому для развития самое главное – это, конечно же, необходимо что-то внедрять новое. В качестве решения здесь я уже проговорил. Первое – новое – это всегда основа развития компании. То есть, если вы хотите… Извините. Если вы хотите развиваться, то вы, соответственно, должны что-то пробовать новое. Но здесь я скажу один важный момент. Новое – это не значит придумать в компании какую-то новую акцию, там, 2 плюс 1, какой-то выложить новый пост в Инстаграме. Нет, новое – это имеется в виду того, чтобы внедрить в компанию совершенно что-то, ну, извините за таптологию, новое, да, то есть имеется в виду внедрить какие-то новые инструменты. Ну, например, мы внедряем UDS и тем самым компаниям меняем программу лояльности, внедряем там электронные сертификаты, внедряем кросс-маркетинг и так далее. То есть, внедряем новые инструменты, которые положительно влияют на прибыль бизнеса. Конечно же, здесь необходимо, чтобы бизнес стал на неком этапе эксперимента. То есть, каждый предприниматель, каждая компания должна периодично проводить эксперименты. То есть, в неделю у вас должны проходить, там, в неделю или в две недели хотя бы один-два эксперимента использования каких-то новых инструментов, либо новый метод работы с клиентами. Вы можете, например, распечатать меню, одно сделать пока, там, вложить небольшой бюджет. То есть, эксперимент нужно проводить следующим образом. То есть, у вас в компании должен быть выделен небольшой бюджет для проведения каких-либо гипотез, для проведения экспериментов и проверки каких-то гипотез. И тем самым вы находите для своей компании точки роста. То есть, например, вложили небольшой бюджет, проверили, работает это или нет. Если не работает, то ничего страшного, вы потратили небольшие деньги. Обычно это до 10 тысяч рублей. Если же вложили, ну, провели эксперимент, и он дал какой-то эффект, то, соответственно, в дальнейшем вы понимаете, что это можно масштабировать. И это означает, что вот этот инструмент теперь можно использовать повсеместно, его нужно использовать всегда, и тем самым уже вливать в него уже, можно сказать, больше бюджета. То есть, основа развития это проверка гипотез и внедрение каких-либо новых инструментов. Продолжаем. Идем дальше. Второе, это мы на своем опыте увидели то, что такой грешок, это медлительность, либо предприниматель часто нам говорят, что им некогда. И тем самым, а знаете, а здесь такое правило о том, то, что не бывает, не бывает идеального времени для изменений. То есть, это можно сказать, связано с определенной зоной комфорта, то, что предприниматели не хотят меняться, в чем-то заморачиваться, изучать новое, поэтому в качестве отговорки иногда происходит выражение типа, а нам некогда. Не существует идеального времени. Если у вас даже какой-то сезон, и у вас сейчас много клиентов, и действительно много времени уходит на работу с клиентами, то все равно, пожалуйста, находите время для внедрения новых современных инструментов, вообще для внедрения чего-то нового, потому что идеального времени не существует. Мы работаем с предпринимателями, и работаем с теми, кто нам говорил некогда, и мы замечали, что там проходило полгода, проходило год, и не появлялось идеального времени для внедрения каких-либо инструментов. Поэтому это всего лишь отговорка, находите время и внедряйте что-то новое. Теперь, что касается медлительности, не нужно долго принимать решения. Когда вы внедряете что-то новое, вы должны понимать о том, то, что надо просто сделать, а долго не думать. Это такая фраза, есть горе от ума. Поэтому в этом случае необходимо просто начать делать первые шаги, не надо ничего бояться. Если что-то не будет получаться, то в этом ничего страшного. То есть, в принципе, я сейчас уже говорю о неком решении, о том, что сегодня мы видим те предприниматели, которые развиваются, как бы это ни казалось парадоксальным, они меньше думают, но больше делают. То есть, сегодня один быстро съедает бог умных. Не надо долго думать, там, ну, в частности, например, у нас опыт по внедрению UDS. Не надо долго думать над тем, внедрить вам UDS или не внедрить. Попробуйте внедрить UDS, и тогда только вы однозначно поймете, этот инструмент помогает вашему бизнесу, либо вам необходимо что-то другое. Сбросить важность. В этом процессе необходимо сбросить важность. Не важно, что-либо, если вы что-либо внедряете, то если это не будет работать, то есть не будет отрицательный опыт работы с этим инструментом, то ничего страшного не случится. От этого мир пополам не треснет, и с вашим бизнесом ничего страшного не случится. Просто внедрите это, и вы однозначно все поймете. Клиенты никуда от вас не убегут, потому что вы можете даже в Инстаграме об этом объявить, типа, дорогие клиенты, мы для вас всегда ищем что-то новое, и мы сегодня пробуем там, мы сейчас пробуем UDS, поэтому там вступайте в нашу программу лояльности, если она вам понравится, то, соответственно, мы ее оставим и в дальнейшем будем ее работать. Клиенты это оценят очень высоко, то, что вы для них пытаетесь что-то внедрить новое и всегда стараетесь работать над своим сервисом. Хорошо, идем дальше. Третий момент. Второй, я думаю, по важности. Вот первое, ничего нового, а второе, вот я думаю, это гордыня, мы часто встречаемся с собственниками, которые, ну, просто нам говорят о том, что они сами решают, что работает, а что не работает, но при этом у этих предпринимателей нет опыта внедрения таких инструментов. Ну, проще говоря, мы приходим с UDS, и мы говорим, вот, диджиталы инструменты, сегодня они показали определенную эффективность в таком виде бизнеса, как у вас, поэтому давайте попробуем внедрить эти инструменты и в вашу компанию. И тут собственник говорит о том, то, что нет, это не будет работать, я знаю, я догадываюсь, что это не работает, моим клиентам это не понравится и так далее. При этом, когда мы задаем собственнику вопрос, а вы это пробовали внедрить в своем бизнесе, что-то подобное вы пробовали, в ответ мы получаем, нет, не пробовал, я знаю, что это не будет работать. И действительно, это очень плохое качество собственника о том, что оно в действительности мешает в дальнейшем развитию бизнеса. И мы это убеждались в своем опыте, что в дальнейшем все-таки через несколько месяцев у нас все-таки получается переубедить собственника и внедрить что-то новое, то собственник потом сам видит, что действительно он был неправ. Здесь очень важное правило. Как можно решить этот момент? Каждое мнение, в том числе мнение собственника, оно субъективно. И действительно, самая объективность, самое настоящее понимание того, работает это или нет, нам скажет только эксперимент. Поэтому, опять-таки, не надо строить свое субъективное мнение. Надо просто взять и попробовать. Опять-таки, мы возвращаемся к теме горе от ума. Не надо долго думать над чем-либо, надо просто взять это и попробовать. И тогда вы точно поймете, это инструменты для вас или нет. И если они для вас, то они помогут вам в дальнейшем увеличить прибыль. То есть, будьте немного экспериментаторами, будьте такими некоторыми исследователями. У вас должен быть такой огонь в глазах к экспериментам и к исследованиям. Идем дальше. Назвал такой грешок. Называется он «Настрой отстой». Это когда компания берется за тестирование гипотез, за внедрение новых инструментов с таким плохим настроением. Иногда даже про это настроение говорят, ой, с таким настроением ты слона не продашь. Вот здесь к этому относится этот слайд. Тому, что предприниматель, он когда что-то внедряет, он сразу ожидает какой-то отрицательный исход. Особенно, если ему субъективно эта идея внедрения, она не нравится. И он такой думает, вот я вам же говорил, что это не работает. Вот там. И каждый раз ищет повод того, чтобы сделать себе вывод того, что это не работает. И якобы то, что было раньше, оно всегда рабочее. Типа давайте будем, как и раньше, всегда делать по-старенькому и ничего не менять. И здесь с таким настроением нельзя внедрять новые инструменты, потому что если у вас, ну знаете, от настроя в бизнесе почти все зависит. Если вы с плохим настроем будете открывать бизнес, то точно этот бизнес не попрет. И это все зависит не от каких-то факторов, не от каких-то там перипетий жизни. Это все просто зависит от настроя. Поэтому если у вас будет хороший боевой настрой при внедрении каких-либо инструментов, и вы будете делать это с энтузиазмом, то результат, вероятнее всего, будет положительный от внедрения новых инструментов. Здесь в качестве рекомендации также является сбросить важность, если что-то не по плану идет. Например, вы внедряете новые инструменты, и что-то идет не по плану, что-то идет не идеально. То ничего страшного. То есть бывает такое, что, например, не сразу там делается интеграция с 1С, не сразу там сотрудники обучились использованию новых инструментов. В этом нет ничего страшного, надо продолжить это дело, и, соответственно, в дальнейшем положительный результат не будет себя долго ждать. Потому что вот от этих негодований или ругачек действительно дела лучше не становятся. Но мы, например, внедряем UDS, и бывает, что не сразу происходит интеграция 1С. Например, специалист 1С со стороны компании, со стороны компании клиента не сразу смог настроить интеграцию. В этом ничего страшного нет. Мы поможем сделать интеграцию, все будет идеально. А то, бывает, собственники начинают быстро разочаровываться, начинают немного нервничать и как-то падает у них настроение. И тем самым этот настрой они в том числе и передают и сотрудникам, и в том числе передают настроение такое, ну, довольно плохое и команде внедрений, и это только тормозит дело. Идем дальше. Излишний перфекционизм. Вообще мир не идеален. И бывают инструменты, которые, например, собственнику вам, как предпринимателям, кажется, что вот если бы вот эта кнопочка, она была левее, или кнопочка была бы правее, или если бы вот это вот так бы работало, то я бы точно начал бы использовать этот инструмент. А раз так не работает, как у меня придумано в голове, то значит это не нужно моему бизнесу. И это действительно плохо. Это тоже останавливает, ну, внедрение каких-то новых инструментов к увеличению прибыли бизнеса. Здесь очень важно акцентироваться на самой цели. Что вам нужно сделать? Вам нужно, например, увеличить прибыль через увеличение среднего чека. Это цель. И надо акцентироваться не на методе достижения этой цели, а именно то, что этот инструмент помогает реализовывать данную задачу. Ну, например, то, что у нас там средний чек повышается, у нас есть такие электронные сертификаты, да, и они работают определенным образом, и они выполняют эту задачу. Есть кейсы, которые говорят о том, что они выполняют эту задачу. Но собственник думает, что это все должно работать по-другому. И опять-таки я здесь говорю, если сертификаты выполняют эту задачу, то пусть они работают так, как они работают. Мы же, например, все эти инструменты тестируем в бизнесе, и мы видим, как инструмент должен работать, чтобы было это эффективнее. Поэтому не надо в голове у себя строить какую-то идеальную модель, потому что некоторые инструменты работают так, как вы этого, ну, как бы не то, что не хотите, то, как вы этого не видите. Ну, как видите, ну, и работаете инструмент, вы видите по-другому. Поэтому надо здесь немножко отбросить свое мнение. И если этот инструмент помогает вам увеличивать средний чек, то пусть он работает даже так, как вы этого и не желаете. Главное, что у вас эта задача выполняется. Это самое главное. Теперь, бывают предприниматели, которые хотят инструменты, если это относится именно к диджитал инструментам, которые интегрированы во все. Интегрированы в CRM, интегрированы в кассу, интегрированы с SMS-сервисом, интегрированы в IP-телефонию, потому что они думают, что мир должен быть идеальный, и все должно быть суперавтоматизировано, и так далее. И тем самым это увеличивает время внедрения, и вообще это усложняет внедрение. То есть вместо того, чтобы начать делать, начать взять, внедрить UDS, например, и начать уже с ним работать и увеличивать прибыль бизнеса, вместо этого мы уже полгода занимаемся различными интеграциями. Предприниматель на это тратит деньги, свое время, и тем самым мы оттягиваем достижение результата. Поэтому все должно быть на уровне MVP, условно говоря, на уровне прототипов. Взяли инструмент, быстро его внедрили, да, где-то, может быть, не все будет интегрировано, но уже быстрее начали работать. Время – самый главный фактор. Начали работать, и если даже UDS не интегрирован с вашей, ну, у вас, например, какая-то специфичная учетная система, и UDS не интегрируется в эту учетную систему, то ничего страшного. Работайте без интеграции, есть документация, есть план работы в том, что вы можете без интеграции, следуйте ему и увеличивайте прибыль. Не надо отказываться от хороших инструментов, которые помогают увеличивать прибыль, лишь из-за того, что они не интегрируются в вашу учетную систему. Акцентируясь, опять-таки, акцентируясь на цели, а не на том, как это работает. Главное, что задача выполняется. Идем дальше. Следующий момент, это такой прям жадность, это такой грех человеческий, который описан даже в религиозных писаниях, поэтому я и оставил такое название, потому что иногда предприниматель не готов инвестировать деньги в какие-либо инструменты, в какие-либо эксперименты. И понятно, если мы не будем выделять деньги, не будем внедрять что-то новое, то в компании ничего не изменится, и, соответственно, никакой бизнес развиваться не будет. Он будет только стагнировать. Чего-то посередине не существует. Действительно, в предпринимательстве не существует стабильности. Предприниматель либо бизнес либо развивается, либо, соответственно, он угасает. Поэтому выделяйте бюджеты для того, чтобы в компании что-то становилось, что-то становилось лучше. И здесь, знаете, одна из аргументов, который там, например, в частности, мы работаем с ЮДСом, иногда нам предприниматели говорят, типа, нет денег. И здесь получается немного такой парадокс. Нет денег для внедрения новых инструментов, соответственно, прибыль никак не увеличится, и так и останется, что в бизнесе опять-таки нет денег. И получается, что это замкнутый круг. Поэтому, чтобы у вас что-то поменялось в положительную сторону, необходимо внедрять бюджеты для проведения, для внедрения новых инструментов. и чаще, и здесь мы, когда говорим о деньгах, мы не говорим о каких-то больших суммах. Я повторюсь о том, что для тестирования каких-то новых инструментов достаточно выделить бюджет до 10 тысяч рублей. Но здесь очень важный момент, здесь не стоит экономить на внедрение инструментов. О чем это? Например, сам инструмент ЮДС стоит 30 долларов в месяц. Это 2,5 тысяч рублей. Но еще есть внедрение. То есть, это как, знаете, в Инстаграме SMM менеджер есть. Вот в ЮДС есть такой специалист, он называется внедренец. И лучше выбрать дешевый тариф, но зато он будет с урезанным функционалом, но зато взять услуги внедренца, которые вам внедрить точно как надо. То есть, вас научат внедрить инструменты и поможет запустить их в вашем бизнесе. Потому что здесь очень важен момент правильно использовать эти инструменты и правильно их там доносить о них информацию сотрудникам и как построить работу для того, чтобы эффект был быстрее и эффект был лучше. Хорошо. Следующий момент это думать за клиента. Иногда предприниматели любят придумывать какие-то истории за клиента. Ну, например, предприниматель говорит такую фразу «Моим клиентам это не понравится». Или «Мои клиенты вообще не экономят, у меня премиум сегмент, им не нужны бонусы, скидки, вы что?» Они будут там как-то оскорблены, если им вдруг предложить вступить в вашу систему бонусов, вашу систему привилегий. То есть, начинают фантазировать на тему того, а как мои клиенты думают. Этого не нужно делать. Вы никогда в черепную коробку клиента не залезете. Поэтому самый верный шаг будет здесь собрать обратную связь. Не надо опять строить какие-то воздушные замки и выстраивать какое-то субъективное мнение, а как другие люди думают о моем бизнесе и так далее. Поэтому соберите обратную связь. Спросите своих клиентов, в том числе и в социальных сетях, а как вы думаете, вы бы хотели, чтобы мы внедрили вам программу лояльности, какую-то систему привилегий, какую-то систему статусов и так далее. И вам клиенты поделятся с вами какой-то обратной связью и исходя из нее вы в дальнейшем и можете принимать решение. Вообще обратная связь это основа коммуникации с клиентом. То есть обратная связь в принципе это и есть программа лояльности. То есть от обратной связи вы понимаете в первую очередь действительно клиенту у вас нравится либо же нет. да и в дальнейшем то есть поведение и настроение людей меняется вообще обратная связь как я уже говорил это основа программы лояльности поэтому обратную связь клиентам необходимо собирать всегда и один из функционалов UDS здесь есть о том то что у нас автоматическая система сбора обратной связи после каждой покупки клиента после каждого посещения потому что это самый важный момент именно в понимании того готов ли клиент вернуться второй раз если клиент например в обратной связи оставил три звезды из пяти значит ему что-то не понравилось надо ему перезвонить и соответственно повлиять на возвращаемость клиента то есть вернуть клиента извиниться перед ним и подарить ему например можно бонусы идем дальше невовлеченность собственника обычно мы говорим именно про невовлеченность собственника потому что невовлеченность сотрудников, она растет от... это всего лишь следствие невовлеченности самого собственника. То есть, если сам предприниматель не вовлекается в процесс внедрения новых инструментов, то может получиться так, что просто сотрудники сливают эти инструменты. То есть, они придумывают какие-то... они ничего с этими инструментами не делают и просто сливают этот процесс. И потом собственнику рассказывают различные сказки на тему того, ой, клиенты там не хотят этим пользоваться, клиенты не хотят скачивать приложение, клиентам это неинтересно и так далее. Просто собственник все делегировал и, соответственно, понятно, делегирование это хороший процесс, но все равно необходимо понимать какие-то основы. Необходимо понимать, зачем эти инструменты нужны, как они должны внедряться, как они примерно должны работать. Хотя бы в каком-то общем плане и все-таки периодично общаться с сотрудниками, периодично смотреть в бизнесе, а действительно ли эти инструменты... Ну, сотрудники с ними работают полноценно. Сотрудники там не сливают процессы, действительно выключены в это. То есть, держите руку на пульсе, проще говоря. То есть, если сотрудник вам приходит и говорит, нет, это не работает, клиенты не хотят ничего скачивать и так далее, то стоит здесь задать вопрос, а как вы рассказываете клиентам, чтобы они захотели это скачать, а как вы рассказываете клиентам для того, чтобы клиенты захотели этим воспользоваться и это сделать. И вот задавая такие вопросы своим сотрудникам, вы однозначно поймете, ваши сотрудники сливают этот процесс, либо же все-таки ну, действительно эти инструменты вам не подходят. Здесь нельзя, важный момент, нельзя попадать в капкан некомпетентных сотрудников. То есть, бывает из нашего опыта того, что предприниматель приобретает UDS и делегирует это все маркетологу. А маркетолог совершенно некомпетентный, он даже, я бы сказал, ну, по-честному и не маркетолог. К сожалению, большинство маркетологов, они, ну, не являются действительно таковыми. Они, они больше являются СММщики, СММщиками, потому что чаще всего я спрашиваю там маркетологов, я спрашиваю, какие инструменты маркетинга вы внедряете в компанию, он говорит, у нас есть Инстаграм. Я говорю, есть ли еще что-то? И обычно там не следует никакого ответа. То есть, просто СММщики. Если ваши маркетологи ведут только Инстаграм, то они не маркетологи, они всего лишь СММщики. Поэтому здесь держите руку на пульсе и не доверяйте полностью там маркетологу. Потому что мы иногда видим о том, что маркетолог просто работает за фиксированную заработную плату, ему не хочется вовлекаться в что-то новое, ему не хочется изучать что-то новое, потому что его зарплата от этого фиксированная не изменится. И ему проще сказать, что это не работает, что это не нужно клиентам и так далее. Тем самым сливает процесс и в компании ничего хорошего не произошло. Компания не поменялась, компания не внедрила новые инструменты и не увеличила свою прибыль. Поэтому держите руку на пульте, делегируйте, но все-таки смотрите за этим процессом. Следите за тем, чтобы ваши сотрудники не сливали внедрение инструментов. Идем дальше. Следующий метод я так в шутку назвал чебурашка. То есть, когда я вообще сейчас говорю о предпринимателях, ни в коем случае не принимайте это на свой счет. Давайте представьте, что я говорю о каких-то вообще других предпринимателях, да, не те, которые находятся сейчас на вебинаре. И я в шутку так и назвал этот метод, назвал его чебурашка, потому что у чебурашки большие уши. То, что бывает предприниматель, который слишком много слушает мнения со стороны. То есть, слушает сотрудника своих, слушает своего бухгалтера, что-то почитал в интернете, что-то там у друзей спросил, кому-то всем надо позвонить, посоветоваться с родственниками и так далее. Здесь простая тема. Если вы бы открывали бизнес и перед этим советовали бы со всеми друзьями и со всем интернетом, то вероятнее всего, текущий бизнес вы бы не открыли. И это плохо. Ни один бизнес, я думаю, не откроется, если всех слушать, да, потому что много всего рассказывают отрицательного и деструктивного. Хорошо. Здесь важно поверить себе, то есть своему предпринимательскому, можно сказать, в том числе и опыту. То есть, проще говоря, даже надо просто выкинуть все мысли, проще говоря, и просто попробовать этот инструмент. То есть, я об этом говорил ранее, то есть, горе, опять-таки, от ума. Здесь не нужно долго думать, здесь надо попробовать, и тогда вы однозначно поймете, рабочие это истории или не рабочие. Нужны мне эти инструменты, либо мне они не нужны. Вот такой метод работы внедрили, посмотрели, работает он или нет. Не надо для этого со всеми консультироваться, потому что сотрудники, они могут быть некомпетентны. Ну, например, там, бывает, что я видел даже предприниматели консультируются по вопросам, там, общался по вопросам маркетинга, например, по вопросам внедрения UTS со своим техническим специалистом. И технический специалист такой говорит, слушайте, да не, это клиентам будет неинтересно, вот у нас пластиковые карты, вот это удобно клиентам, они их таскают и так далее. То есть представьте себе, технический специалист рассказывает предпринимателю об инструментах маркетинга. То есть человек, который некомпетентен в этой теме, предприниматель его слушает. И я думаю, что это большая проблема бизнеса. То есть если, тем более, предприниматель слушает всех подряд, в том числе сотрудников. Надо понимать, что сотрудники это не маркетологи, и они не имеют опыта работы, внедрения каких-то новых инструментов. Они просто высказывают свое субъективное мнение. Вы, конечно, можете его послушать, но я думаю, что здесь очень важно отбросить все мнения, не надо долго думать, не надо все перечитывать, весь интернет, не надо там общаться много с сотрудниками, надо просто попробовать эти инструменты, и вы тогда поймете, работает это или нет. Хорошо. Следующий момент, он вообще относится, широкий такой вопрос, относится к бизнесу полностью, ко всему предпринимательству. Это крешок, называется он продуктоориентированность. Некоторые предприниматели думают о том, что компания, если делать в компании хороший продукт, то в принципе этого достаточно, и с клиентами не будет никаких проблем. Например, вы говорите, я продаю хорошую одежду. Вот одежда моя нравится клиентам, значит, у меня не будет проблем с клиентами. Или, например, я помню, спорил с различными рестораторами, где рестораторы говорили, я говорю, почему клиенты к вам возвращаются? Он говорит, да потому, что я хорошо готовлю. Я говорю, все, и этого достаточно для того, чтобы был успешный ресторан, и ресторатор мне говорит, да, для успешного ресторана необходимо просто хорошо готовить. Но сегодня надо понимать о том, что сегодня наличие продукта, это является, хорошего продукта является must-have. То есть, что это означает? Это означает, что если вы хорошо делаете прическу, или у вас ресторан, вы хорошо готовите, или у вас магазин одежды, у вас там хорошая одежда, то это не означает, что вы конкурентно способны. Это означает, что вы способны работать на этом рынке. Потому что если бы у вас была плохая одежда, плохие блюда и так далее, вас бы вообще не было бы на рынке. То есть, это сегодня обязательный параметр жизни всего, жизни своего бизнеса. Сегодня для того, чтобы привлекать клиентов, быть конкурентоспособным, необходимо перестроить свою модель на клиентоцентричность. Это означает, что вы строите свой бизнес не вокруг продукта, то есть, вот у меня хороший должен быть продукт. Потому что сегодня конкуренция не на уровне продукта, потому что если вы продаете там, делаете хорошую прическу, то существует бизнес в вашем городе, который делает прическу не хуже, чем вы. Сегодня конкуренция на уровне эмоционального впечатления клиента. То есть, если клиент выходит с вашего бизнеса с улыбкой, и он готов о вас рассказывать, значит все в порядке. И этот момент, вот эта улыбка, она зависит не только от качества блюда, не только от качества продукта или услуги. Она зависит от многих факторов. Оно зависит от качества сервиса. Оно зависит в том числе, на качество сервиса влияет в том числе внедрение диджитового инструмента. То, что, например, клиент может с мобильного приложения оставить отзыв вам. Он видит свой бонусный счет. Это тоже влияет положительно на сервис. То есть, важно, здесь важный момент, это получение обратной связи с каждой покупки и реакции на нее. То есть, клиент должен иметь возможность в автоматическом режиме, вы всегда клиенту показываете окошко, оценить обслуживание. Вот мы, например, вот такой инструмент внедряем в компанию. То есть, когда клиент совершает покупку, у него в телефоне отображается окно, оценить обслуживание. И это является номером один инструментов, инструментом клиента центричности. Это означает, что вы от клиента получаете всегда обратную связь и, соответственно, реагируете на нее. Необходимо выстраивать свой маркетинг не только вокруг продукта, но и необходимо в своей компании рассказывать про определенные смыслы. Это говорит о том, что вы не говорите просто там, у меня хороший продукт. Вы говорите, миссия нашей компании заключается в этом. Мы разработали такой продукт, потому что мы хотим в мире сделать это. Мы эко-компания, то есть, мы стараемся меньше использовать пластиковые компании, не выдаем пластиковые пакеты, выдаем бумажные пакеты. То есть, вы начинаете клиентам рассказывать про определенные смыслы вашей компании, а не только о продукте и услуге. О том, что у вас там акция какая-то идет в Инстаграме, очень часто там грешат предприниматели, что всегда рассказывают только об акциях. Нет, необходимо клиентам еще насыщать их определенными смыслами о вашей компании. И, конечно же, на эту тему влияет и автоматизация работы с клиентом. То есть, клиент должен иметь возможность познакомиться с вашей бонусной системой, с программой лояльности, оставить отзыв, посмотреть условия бонусной программы, посмотреть на ваш прайс, посмотреть на ваши новости, акции. И это все он должен сделать с мобильного телефона. Но здесь мы говорим про тему внедрения мобильных приложений. Идем дальше. Бизнес сотрудников. Это очень частый момент встречается именно в салонах красоты, потому что салоны красоты иногда открывают молодые девушки, и они не имеют большого опыта в предпринимательстве, и к ним на работу приходят мастера, а мастера такие прожженные, с опытом. И так получается, что собственник не управляет бизнесом, им управляют мастера. Например, мы приходим к собственнику, говорим, давайте внедрять UDS, для этого, для этого, для этого, вот такие будем задачи закрывать, вот к таким результатам будут приходить, и собственник пробует внедрить UDS, и потом отказывается от продукта, и в качестве причины объясняет это тем, что вот, мои мастера мне сказали о том, что эта история не нужна нам, типа, там, там, это не пойдет, клиентам может это не понравиться, и так далее. То есть, то есть, сотрудники начинают влиять на мнение самого предпринимателя, и, соответственно, предприниматель, ну, отказывается от тестирования тех или иных инструментов, и тем самым опять не увеличивает прибыль. Или иногда сотрудники такие уходят в саботаж и говорят, а мы вот не будем говорить такой речевой скрипт. Ну, например, мы внедряем UDS, и мы говорим, необходимо проговаривать речевой скрипт, например, клиентам нужно говорить, хотите получить скидку, там, 100 рублей. Клиент говорит, да, хочу, скачайте приложение. И сотрудник говорит, нет, мы не будем говорить такой речевой скрипт, и здесь собственник говорит, ну, вот я ничего не могу поделать со своими сотрудниками. В этом случае, конечно же, необходимо проявить какие-то, там, определенную волю, показать все-таки, кто здесь собственник, и все-таки быть таким человеком со стержнем, и надо все-таки донести сотрудникам тему того, что, как бы, это необходимо для вашего бизнеса, и вы, как собственник, решаете, что здесь внедрять, а что здесь не внедрять. Ну, и, конечно же, можно всегда договориться с сотрудниками, просто сказать о том, что, ребята, давайте мы это попробуем, мы должны пробовать какие-то новые инструменты, мы должны пробовать какие-то новые эксперименты, поэтому давайте попробуем это внедрить, и, может быть, будет круто, и у нас у всех, там, увеличится прибыль бизнеса, а в том числе может увеличиться в дальнейшем и ваша заработная плата. Поэтому здесь всегда необходимо находить диалог со своими сотрудниками. Но саботаж сотрудников, это ни в коем случае для вас не должно быть тормозом для внедрения каких-то новых инструментов, чего-то попробовать нового. Вот здесь я еще описал, что сотрудники чаще не имеют тех компетенций, что собственник, поэтому здесь, помните, было, что описано в чебурашки, не стоит всегда слушать мнение сотрудников, необходимо просто это попробовать, и вы тогда однозначно поймете, ваше это или нет. Идем дальше, и, в принципе, у меня на этом все. Завершаю я такой фразой, что, раз уж мы говорили про тему грехи предпринимателей, не грешите, и, конечно же, я вам желаю успешного развития, у вас все получится, ваш бизнес будет растущим, развивающимся, успехов вам. Мы переходим в блог вопрос-ответ. Спасибо вам большое.